Во вторник житель комплекса Парус заявил в полицию об убийстве, которое произошло на его глазах. Будучи дома, Хабаровчанин увидел, как на другой стороне дороги некто, похожий на Люмпина, ударил другого мужчину обухом топора по голове. Очевидец, живет на третьем этаже, и внешность героев этого отнюдь не голливудского нападения видел отчетливо. Пенсионер отвел полицейских туда, где разворачивались явно криминальные события. Следы преступления краснили на снегу. По словам очевидца, после удара нападавший упал на землю без сознания. Нападавший же волоком оттащил жертву под трубы теплотрассы, чтобы тело не привлекало внимания. Вы уже не видели, да, как он тащил? Тащил, я его видел. Он его за ногу взял, за ногу, и вот так волокими его протащил. Именно в этом коллекторе полицейские и нашли пострадавшего. Он был жив, но не слишком здоров. Раненые, как и его обидчик, свои жилплощади в Хабаровске не имеют, и зиму коротали в этом коллекторе вместе с другими бездомными. Конфликт между двумя люмпинами произошел во время застолья. Что-то не поделили. Пострадавший разбирательство не хотел и представлял все как бытовую травму. Такому вниманию со стороны полиции к своей персоне бездомный был не рад. Помощи никакой не желал. Однако патрульные настояли, и вскоре у теплотрассы появился автомобиль медицинской бригады. Маргинала увезли во вторую краевую больницу. Этот коллектор у полицейских на особом счету. Бойни здесь происходят не впервые. В начале года здесь был до смерти забит один из бездомных. Маргиналы с богатым криминальным прошлым тогда стали фигурантами уголовного дела, а в освободившийся теплопункт въехали новые жильцы. С места происшествия Денис Коршунов, Анастасия Климчук и Виталий Векслер.